Тема называется «Служение в сфере наследственных военных страхов». И, конечно же, как я уже начал на консультировании, некоторые люди говорят, когда мама в детстве рассказывала мне про бомбежки во время Второй мировой войны, я начала бояться войны. Смотрите, мама рассказывала дочке. И сейчас наступила эта жуткая реальность. Это уже дочка говорит, которая не видела войны, не знала, что это такое. Следующий пример. Мы с мужем любили смотреть боевики. И вот все сюжеты из них ожили в моем Харькове. Реально стало ужаснее, чем в кино. Последние семь лет снится война. И я очень долго отхожу от этих снов, потому что они очень и очень реалистичные. Последние недели я просыпаюсь уже в мире, где кошмары из снов стали реальностью. Это довольно неполный перечень, которые люди говорят во время служения, консультирования. Такие фразы. И самая ужасная фраза, это когда Гитлер говорил, каждое поколение должно поучаствовать в войне. Ужасно звучит, правда же? Ужасно звучит. Но наши деды и прадеды, они-то пережили войну. Первую мировую войну пережили, Вторую мировую войну пережили. Но что так же ужасно, что наши дети, внуки и правнуки так же переживают войну 14-го года, 22-го года. То есть практически 4 поколения украинцев страдают от этой войны. От войны, которую начал Путин против Украины, от войны, которую россияне начали против украинского народа. Вы знаете, что Божий враг, Сатана, он является автором этих всех зверств, насилий, агрессий, убийств, смертей. И именно во время войны у многих людей проснулись страхи определенные. Страхи войны, страхи смерти. Проснулись, может, другое слово, они как активировались. Они были в человеке. И если бы не было войны, можно было сказать, все нормально. Но когда война спровоцировала эти страхи, которые были в человеке, все это поднялось. Страх войны, страх убийств, страх смертей. Я недавно служил одному брату, который потом выяснилось, боялся лифтов. Звучит интересно. А при чем тут лифты до войны? Я вам сейчас расскажу. Он пришел за помощью, что он начал бояться прятаться в бомбоубежище. Казалось бы, нормально. Мы все как бы, особенно первые 2-3 месяца в бомбоубежище прятались, в подвале. Или же, в крайнем случае, в ванной. Правило двух стен. Правильно же? Но он говорит, когда я начинал прятаться в бомбоубежище, в подвале, на меня такой страх нападал. Ужас. И когда мы начали разбирать его страхи в жизни, то, оказывается, в детстве он боялся лифтов. В силу других ситуаций. Но, тем не менее, он больше не катался на лифтах. Живет на первом этаже, точнее, в частном доме. И ему все равно тот лифт. И он уже забыл даже. Но когда мы молились за него, Бог напоминает об этом страхе. А страх лифтов, это немножко не так звучит. Страх замкнутого пространства. А в подвал. А бомбоубежище. А даже ванная комната, где люди прятались и даже укрывались. От одного прятались, а другое приходило. А брат закрыл сестру в детстве в чулане. Была такая история. И получается, сестра пережила ужас. Дети. Маленькие дети. Только брат старше был. Типа пошутил. Но у ребенка был ужас, темноты, страх темноты и страх замкнутого пространства. Детство прошло. Эта сестра выросла. Но во время войны это все спровоцировалось. И теперь то же самое история. В бомбоубежище или в подвалах не всегда светло. И эта темнота и замкнутость как раз дали о себе знать. Во время войны. И во время войны именно так же проявляются те страхи, которые не связаны с войной, как мы говорили, а так же связаны с войной. И нам нужно, когда к нам попадает человек, или мы молимся, почему я так боюсь, нужно так же молиться о наследственных корнях. Почему что страх войны, страх смертей, он может именно передаться по наследству. как проявляются наследственные страхи войны и смерти. А вот сны о войнах, я думаю, кому-то снились? О зверствах, об убийствах, и которые не пережили этого. Тела кровавленные. И человек просыпается в таком, знаете, как в холодном поту, в ужасе, как будто он реально это пережил. Но это не те, кто реально переживали. Это во снах. Вот он говорит, как проявляется наследственный страх. Повышенная эмоциональная реакция при звуке к сирене. Понятно, что звук сирены, угроза разрушения или даже смерти нам, то есть же нормальная реакция, ну как нормальная, может неправильно звучит, что надо бежать, прятаться, но при повышенной эмоциональной реакции люди очень сильно паникуют, очень сильно переживают, при этом они не имеют опыта реальных ситуаций. А поспешное бегство с места жительства там, где угрозы никакой нету. Это мы также переживали, видели, как люди с нашего города убегали, а угрозы реально не было. Особенно первые 2-3 месяца. И, кстати, в Полтаве также реальной угрозы не было первые 2-3 месяца. Но почему-то такие потоки были, особенно через наш мост, это километровые пробки были, это только на машинах. Угрозы не было, поэтому поспешное бегство было с места жительства, как он звучит, при отсутствии реальной угрозы. А мы говорим, как проявляются наследственные страхи. Уезжали не пенсионеры, не 70-летние, их вывозили. Да, некоторые случаи. Но уезжала молодежь, средний возраст, которые не знают даже, что такое война. И угрозы не было. Но, тем не менее, это так сработало. Руководство чувством страха при принятии решения. Не здравым смыслом, а чувством страха. Я понимаю, что мы должны принимать решения на здравости. А если мы говорим о себе, как о христианах, то тем более. Откровение от Бога есть, куда ехать, оставить это место жительства. Тогда можно уезжать, если это Бог выводит. Потому что мы видели, как потом возвращались эти люди, и они признавали эти страхи. Они искренне признавали, что почему они уехали? Потому что не думали, не рассуждали на чувстве страха. И, конечно же, как проявляются наследственные страхи войны и смерти, это панические атаки. Когда люди метаются, боятся сильно, все тело дрожит, то есть сильные переживания человек испытывает, потому что это что-то новое. Но это может быть только наследственные страхи. Не только, а наследственные страхи так появляются в этом человеке. Дальше. Как передается наследственный страх войны? Рассказы. Рассказы ветеранов войны. Люди постарше возраста, возможно, помнят, как в школах приглашали ветеранов войны, дедушек уже, старичков таких, которые с такими медалями, орденами, и они рассказывали о подвигах, о своих подвигах. Но в этом рассказе всегда звучала смерть товарищей или убийство врагов. То есть они рассказывали. И вы знаете, одни рассказывали так вот мягко, скрашивая. Все-таки дети. Маленькие мы были в школе, там начальные классы. А другие рассказывают так смачно. И дети, которые очень восприимчивы к таким историям, они впитывали эти рассказы. Рассказы ужасные, потому что рассказы о войне, о смерти. И дети получали внутрь уже страх смерти, страх войны. Казалось бы, чего тут такого? Ну, рассказали. Но все дети разные. Кто-то забыл, а кто-то принял. А также через просмотр боевиков, мы уже немножко сказали, как пример, и чтение книг о войне. Есть люди, которые любят читать о войне. Вот я помню в молодости, я там любил детективы или фантастику, а кто-то говорит, а я войне люблю. Вот конкретно о войне. И, конечно же, читая такие книги, то человек становится частью этой истории. Он переживает. И он открыт тогда для доступа страха войны, страха смерти. Потому что страх может войти через глаза и уши. На что мы смотрим, что мы видим, даже по интернету, даже фильмы. Казалось бы, мы знаем, что это артисты, а переживание то есть. Я думаю, все смотрели какие-то фильмы и переживали. Поэтому и страх может входить через глаза и уши. А также может входить через глаза и уши жестокость, убийство, насилие, шок и травмы, о котором раньше мы говорили. Через поведение родных и близких, через родителей. Если родители боятся, если у родителей есть какой-то страх, то он отражается на детях. Поведение родителей также провоцирует поведение детей. Дети смотрят на родителей, а почему они так ведут себя, почему они боятся и сами потом начинают так же вести. Я когда-то разговаривал с одной молодой парой и там разговор был о его ребенке, что-то там со страхом связано. И он говорил, как там помолиться, что там сделать. А потом я спросил, а как вы вели себя во время войны? Молодые ребята, мне в сыновья годятся. И они говорят, а мы тоже же так боялись. Мы метались, мы переживали. И, конечно же, это все было на глазах у детей. И вот дети, не понимая, не зная, уже тоже начали бояться войны, потому что родители себя так вели. Это мы говорим, как передается наследственный страх войны. И научно уже доказано, что через гены, когда код ДНК у человека не меняется, это мы знаем, но появляются метки на нашей ДНК в зависимости от изменений среды, в которой мы живем. Этим занимается наука эпигенетика. Такое интересное название. Но, тем не менее, она утверждает и доказала научным путем передачу страхов, отчаяния, травмы, пережитой во время войны от родителей к детям. И, конечно, они предлагают нам обращаться к психотерапевтам, но, тем не менее, мы, как верующие люди, понимаем, что самый главный психотерапевт, если использовать это название, это наш Бог. Он сотворил наши души, и Он знает, как лечить также травмированных людей, потому что Он нас сотворил. И только Бог может в полноте исцелить наши души. И теперь мне хочется поговорить о смерти. Тема довольно-таки интересная. Как мы с женой разговаривали, она говорит, ну да, тема-тема лучше одна-другой, и ты тут будешь еще о смерти говорить. А потом мы попросим прощения. Как раз все нормально. Итак, так как война, так как страх войны, то, естественно, и на войне убивают, и есть смерть. Хочу сказать, что страх смерти это один из неправедных грехов, один из неправедных страхов, потому что есть разные виды страхов, есть разные виды фобий, вы знаете, можно всего бояться от насекомых и заканчивая там клаустрофобией вот замкнутого пространства и другие. Но страх, он действительно один из самых больших неправедных страхов. Страх смерти. И вы знаете, что отношение к страху у людей разное. Возможно, и у вас такое было убеждение, ну вот закопает, какая там вечная жизнь, закопает меня и все, жизнь кончилась. Может, так вы и думали, может, кто-то еще и думает сейчас. Некоторые боятся вообще этой темы затрагивать, потому что ну табу, запрет, зачем мне о смерти вообще говорить. И когда некоторые люди, молодежь, пытаются оформить наследственность, а там же заявление, вы знаете, и конечно же мы знаем, что наследственность, она связана со смертью. Когда человек умирает, поколение другое вступает в наследство. Но люди настолько боятся смерти и разговор об этом, что даже не хотят документы никакие подписывать, никакие договора. Говорят, вы что, желаете имени смерти? Вот такая фраза звучит от пожилых людей, потому что они боятся вообще об этом говорить. итак, кто знает Бога, кто верующий, Детя Божье, Божья любовь изгоняет совершенный страх. Я думаю, Евреям 2, 14, 15 еще подтверждает это. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющую державу смерти, то есть дьявола. И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Смотрите, как точно в тему Бог говорит. Через страх смерти подвержены рабству. Получается, тот, кто боится смерти, страх смерти есть, он подвержен рабству. Но Иисус умер на кресте, чтобы лишить этого рабства каждого, кто боится смерти. Конечно, для людей, живущих без Бога, страх смерти реален, потому что они не знают, что дальше. Некоторые говорят, вот, похоронят меня, и все. А некоторые понимают, что что-то есть дальше. Вот эта вот неопределенность, неизвестность, она как раз и мучает людей. А что же дальше? Итак, поговорим о смерти дальше. Потому что смерть это та штука, которую мы испытаем все. Правда же? Может, кому-то хочется не испытывать, не получится. Вы же понимаете, что мы все смертные. Просто у каждого свой возраст будет, у каждого свой уход будет, но будет все равно. Мы переживем эту смерть. Каждый по-своему, каждый в свое время. Все остальное в жизни мы можем не пережить, потому что вы знаете, что у того такие проблемы, у другого другие, у соседа пятое, десятое, мы можем этого не пережить, но смерть мы все переживем. Я не знаю, ободряет это вас или нет, но тем не менее я вас ободряю. Просто ее нужно достойно встретить, достойно уйти на небеса. Потому что когда начинается смерть вообще? Отвечают те, кто уже знает ответ. Хорошо. Действительно смерть начинается с момента зачатия. Потому что во время зачатия мы входим в этот мир и выходим через него через смерть. Из него через смерть выходим. И мы избавляемся от ограничений в теле. Потому что жизнь на земле это временное. Это часть вечной жизни. процесс ухода можно так назвать. Смерть, уход, умирание тела это вообще-то духовные процессы. Потому что мы с вами как верующие люди, как дети божьи после смерти уходим на небеса. Кто верит в это? на небеса, дорогие братья и сестры, мы уходим. На небеса Бог нас там ждет. Поэтому это духовные процессы. И дьявол об этом знает. Поэтому он всячески хочет препятствовать. Но он не сможет этого сделать. А вот помучить в конце жизни. Мы видели просто людей пожилого возраста, которые мучились. Они вроде и хотели, но при этом держали заземное. Вроде и болели, уже смертельная болезнь, но почему-то держались. И спустя какое-то время мучений, когда они уже были готовы отпустить, они пошли к Богу на небеса. Я говорю о верующих людях. И скажите, пожалуйста, а кто молился, чтобы Иисус был Господином вашей жизни? А что, остальные не молились? Не все подняли руки. Отсюда видно. Воздержались, да. 50-50, да? А скажите, а кто же все-таки молился, чтобы Иисус был Господином? Ответ знаешь, да? Господином смерти. Знающие люди уже молились. Вы знаете, большинство не подняло руки. Я ведь тоже, когда какое-то время назад услышал об этом, для меня это дико звучало. Как это Господином смерти? Я вообще-то не хочу умирать. Особенно, знаете, по молодости, средний возраст, когда я слышал, думаю, какая смерть, какой Господин Иисус. А потом, спустя какой-то период, я начал понимать, что Он действительно Господин. Это Он решает, когда вам уходить. Он решает. Поэтому лучше довериться Ему в этом вопросе. и молиться как раз это нормально, чтобы Он усмотрел, когда и как. Потому что многих вообще-то волнует не сколько когда, а как. Потому что мучиться-то никто не хочет, правда же? Некоторые говорят, вот так бы имени услышали там, пришел пастор с проповеди, уже в возрасте, солидный дядька такой, попрощался с семьей, никто как бы и не ожидал, ну просто так поговорил, лег спать и не проснулся. И все, когда слышат такие рассказы, вот так бы имени, и я так хочу, конечно, и я хочу так, все мы так хотим, вот так лечь, исполнить волю Божью, сколько Бог определил для нас и на небесах, еще и во сне и не мучаясь, правда же? Поэтому молитва, чтобы Бог был господином нашей смерти, это нормально. Иисус Христос, Он должен, может и хочет быть не только господином нашей жизни, но и господином нашей смерти, то есть нашего ухода. А Павел Филиппийцам 1.21, я думаю, вы знаете, написано, ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Вот интересное место. Поэтому нужно нам иметь правильное отношение к уходу, к уходу, к Богу, к смерти, и быть благодарным Богу за дар жизни на земле. То, что мы живы сейчас с вами, то, что мы сидим здесь сейчас перед Лесом Божьим, мы благодарим Его, но при этом мы должны быть готовы встретиться с Ним, то есть принять смерть и встретиться с Богом, потому что переход, он все равно подразумевает встречу с нашим Богом. Все согласны? Мы с Богом должны там встретиться, и кто не готов с Ним встретиться, вот здесь могут ожидать какие-то переживания, мучения, а кто готов отпускает это все, идет на небеса. Ну, я говорю о том, когда сроки уже приходят, не то, что вы сейчас будете молиться, Господи, забери меня. Нет, это желание смерти, мы дальше немножко скажем, неправильное желание, это когда мы желаем смерти от плохой жизни, понимаете? А нужно позволить Богу, чтобы Бог забрал нас в Его время. И в Псалом 115-6 написано, дорога в глазах Господних смерть Его святых. Представляете? Бог так говорит, дорога в глазах Господних смерть Его святых. То есть, по-другому можно сказать, драгоценно, не напрасно. Представляете, как Бог об этом говорит. А мы как бы, ну, смерть это плохо, смерть это, ну, тем не менее, у Бога другое мнение. Итак, почему же христиане могут иметь страх перед смертью? Мы говорим о христианах и почему все-таки могут иметь христиане страх перед смертью? Ну, страх смерти может быть вызван бесами, дьяволом, демонами, кто, может, по-разному слышал. Потому что мы вначале сказали, что это духовный процесс, смерть, уход. И, конечно же, дьявол хочет помочь человека, если не преградить ему путь на небеса, потому что мы уже спасены, мы уже покаялись, мы уже дети Божьи. И Бог ждет там. Но Он хочет помочь также христиан. И, конечно же, если есть место бесам, то они мучают человека в конце жизни. И мы видели, поверьте, мы видели в конце, когда пожилые люди, там, 80 лет, именно слово подходит, беснуются, потому что они ведут себя неадекватно, по жизни все нормально было. Хороший дядечка был, хороший дедушка был, внуков любил, воспитывал, но перед самым уходом они начинают бесноваться. Бесноваться, конечно же, это бесы делают в нем. И куражатся, неадекватно ведут, ну, может, кто-то видел, знал, переживает, с родителями, возможно, такое было. Тем не менее, это чтобы помочь человека. следующее, почему страх может иметь христиане перед смертью, это страх перед неизвестным. Помните, мы говорили, что, а дальше что? То есть, они не верят, что вот это закопают и все, но понимают, что дальше что-то должно быть. Я говорю о христианах, и они могут сомневаться в этом. А что же дальше? Там в Библии написано, но они сомневаются. Страх перед неизвестностью. Дальше, страх суда и вечного наказания. Это также христиане могут иметь страх перед смертью. У верующих это может быть недостаток укоренения и утверждения в Божьем спасении. И когда человек не укоренен в Божьем прощении, тогда в случае страх перед смертью провоцирует сильное чувство вины и стыда. То есть страх смерти связан с этим сильным чувством вины и стыда. Когда верующий не совсем утвержден в том, что Бог простил его грехи. Вы слышали, вы знаете, что Иисус Христос умер на кресте. Вы знаете, что Иисус Христос умер на кресте за каждого из нас, за людей всего мира. Иисус Христос взял все наши грехи на крест и Он пролил свою драгоценную кровь за каждого из нас. Поэтому, когда мы покаялись в своих грехах, мы покрыты кровью Иисуса Христа. И Бог скажет, нет никакого обвинения. Если мы покаялись, приняли Иисуса Христа в свою жизнь, и мы дети Божьи, Бог говорит, нет никакого обвинения. Иисус заплатил за наш грех дорогой ценой, ценой своей жизни. Но Иисус заплатил. Поэтому верующему не нужно бояться суда. и контрольный вопрос. Если ваша жизнь закончится сегодня, вы уверены, что вы попадете в Царство Божие? Уверены? Это хорошо. А для тех, кто сомневается, я скажу. что вызывает ваши сомнения? Ну и другие, послушайте. Сомнения могут вызывать страх боли, дискомфорта. Как мы вначале говорили, мучиться-то не хочется, правда же? И когда человек болеет, больной, ему трудно двигаться, и ему стыдно, так сказать, ходить под себя. Ему стыдно, когда его кормят, правда же? и пожилые люди говорят, ну так, потому что сознание работает, а тела нет. И тяжело, когда ухаживают за такими людьми, то им тяжело вот это принять. И вот этот страх боли, переживаний, мучений, это вызывает сомнения у людей. Потому что, как я говорил вам, все хотят умереть легко и сразу, без мучений. И сами не мучатся, и родственников не мучить. Наследственный страх, о котором мы только что говорили, так же, если в роду много смертей, причем они не обязательно связаны с войной, то есть разные смерти были, и смерти детей, и так же может вызывать сомнение, потому что страх и смерть, они вызывают сомнение, чтобы помучить, помучить человека. Следующее это сомнение вызывает оккультизм и колдовство. Возможно, кто-то не в теме и думает, а при чем тут колдовство? Там гадали, а при чем тут смерть? Но вы знаете, что в оккультизме, в оккультных видах практики, в колдовстве очень много смерти. Наверное, вы слышали, если я скажу, о порча, наведение порчи, вы же слышали, да, на смерть, слышали, на болезни и смертельные, вот вам оккультизм. Колдуны также эти вещи делают. Талисманы всякие, еще завороты, привороты и так далее, то есть на смерть. А там, где смерть, там и страх смерти. Поэтому люди, которые увлекались оккультными видами практики, они имеют доступ в свою жизнь, страха смерти и духа смерти. И это также, когда они могут покаяться, эти люди, то эти страхи, духи, которые нечистые, которые стоят за оккультизмом, также могут вызывать сомнения. Сомнения спасений. Дальше, а вот участие в некоторых традициях масленица. Участвовал кто-нибудь? Молодцы, не попадается. Смотрите, я не знаю, видели ли вы, но у нас в городе на площади сжигали чучело богини Морены на масленицу. Были там киоски работали, продавали блинчики, разные повитла, варенье и чучело сгорали. Оказывается, чучело богини Морены это славянская богиня смерти. И большинство людей, которые участвовали в этом, ну, участвовали, они, может, и не поджигали, но стояли рядом, покупали всякие продукты, блинчики, как будто они их сроду не видели, понимаете? А это есть участие. Здесь не обязательно я не верю. Ну, и что, что ты не веришь? В оккультизме тоже можно было говорить, а я не верю в эти гадания и то. Но главное участие. Если человек участвовал, он попался. Если человек принял участие в этом, он попался. Сделайте эти блинчики на день позже, на два дня позже и накушайтесь. Или до этого. Можно каждый день, да, кроме этого дня. и так дальше. Смерть близких и свидетель чьей-то смерти. То есть, уже об этом говорили. И вы понимаете, что если мы просто будем идти по городу, и на глазах у нас на пешеходном переходе произошла авария, и оттуда вылетел человек, и вы увидели этот труп, то это впечатляет. или вы шли, и кто-то упал с окна прямо перед вами в двух метрах. Это впечатляет, потому что произошло, произошла смерть. И когда люди видят это, становятся свидетелями, то дух смерти может попасть к вам, повлиять на вас. И страх смерти также. А фильмы ужасов следующая, мистика. Когда мы смотрим такие фильмы, вы знаете, я с одним молодым человеком разговаривал, я говорю, ну он рассказывал, что он смотрит ужастики, ему нравится. Я говорю, ты не боишься потом ночью ходить? Ну знаете, после фильма выходить, не, не боюсь, все нормально. Но с одной стороны, это он так говорит, все нормально. То есть там уже очерствело, там уже такая черствость, и ему все равно. Но на самом деле, когда этого человека прижать в темном месте к забору, то этот страх проявится. Понимаете? Потому что через фильмы ужасов, через мистику, через эти оккультные фильмы, я бы так сказал, как раз нечистые духи страхов переходят и передаются людям, которые под впечатлением смотрят. И, конечно же, это есть допуск для страхов смерти, для духов смерти. А если мы посмотрим или послушаем средства массовой информации, я думаю, вы уже как бы не то, что вкусили, но понимаете, насколько это еще вредно. Потому что, когда мы информацией питаемся, вот некоторые у нас даже братья и сестры питаются прямо этой информацией, а потом приходят в домашнюю группу и злятся, они накручены уже, потому что я понимаю, это реальность, но когда мы с этой реальностью ничего не делаем, вот Вероника хорошо рассказывала, куда это девать, куда гнев, куда эмоции девать, правда же? если вы послушали, то идите в тайную комнату и там Богу скажите, а если человек верующий ничего с этим не делает, посмотрел неделю, вторую, то он ходит вот такой вот, очень накрученный, напряженный, потому что он Богу об этом не говорит, и как только где-то общение какое-то начинается изливание, поэтому это очень опасно, нужно быть в этом, так сказать, ну в норме что ли, не то, что в курсе мы должны быть, но когда, чтобы это нами не обладало и не влияло на нас. Выкидыши, аборты также приносят с собой страх, и страх из-за себя, из-за детей. Многие думают, ну аборт так аборт, ничего страшного, может и так думать, там ребенка нету, кто-то еще так может думать, но на самом деле я вам утвердительно хочу сказать, что когда две клетки соединились, женская и мужская, уже это ребенок, уже ребенок. Через день, два, месяц, если делать аборт, это убийство, это убийство. Конечно, больше это совершает убийство женщины, матери, не понимая, возможно, не до конца не понимая, не осознавая, но когда мужчина, муж дает добро на это, он тоже становится убийцей. И когда женщина делает эти вещи, то есть убивает своих детей в чреве своем, то там дух смерти, там страх смерти. И были случаи, когда эта женщина пыталась рожать после этого, после абортов, у нее дети умирали. Потому что дух смерти делал свое грязное дело. Итак, страх смерти также маскируется под другие страхи. Ну, например, такая фраза, я боюсь летать на самолете. А что ты боишься летать на самолете? Ну, классный самолет, удобно, комфортно, сидишь и летишь, даже не чувствуешь, что ты летишь на высоте 10 километров. Правда же? Кто летал на самолетах? Не боитесь? Или кто как? Смотрите, почему человек говорит, я боюсь летать на самолете? Потому что он боится разбиться. Летать можно, что тут страшного? Правда же, кто летал, знает, ничего страшного нет. Но человек боится разбиться и туда. Но я говорю, на самолете разбиться это самый хороший способ. Почему? За 10 километров, пока долетишь до земли, успеешь покаяться. И пойдешь на небеса сразу, даже не дотронувшись до земли. Сразу же на небеса. И смотрите, а другие говорят, я боюсь глубоко плавать. Я говорю, а ты плавать умеешь? Да, умею, но я глубоко боюсь. А что ты боишься? Ну, боюсь там. На самом деле он боится утонуть. А что значит боится утонуть? Это смерть. Человек боится смерти. Просто видите, разные страхи, они маскируются под другие страхи. То есть страх смерти маскируется под другие страхи. я думаю, на этом мы закончим и перейдем к молитве. Я думаю, вы услышали и наследственное влияние. Я думаю, вы услышали, что есть страхи смерти, также по наследству передаются детям, которые не знают, что такое война. Но есть, конечно, я не отрицаю, мы говорим также о страхах войны, этого ужаса, где непосредственно многие из нас пережили войну, ужасы, разрушения и даже смерти. И моя молитва, в которой я вас поведу, как раз и будет о том, чтобы мы помолились, попытались простить тех, кто нам рассказывал о войне. И конечно же это будет осознанно вами сделано, я верю, чтобы это было сделано, от всей души искренне, поэтому я приглашаю к молитве, и кто хочет, конечно же, это добровольная молитва, кто считает нужным помолиться и такой молитвой, я приглашаю вас к молитве. Возможно, вы устали сидеть, и я вам предлагаю встать и молиться стоя, стоя перед Богом, будем так говорить. Дорогой Господь Иисус, вы повторяете за мной эту молитву, не тихонько, не кивая головой, типа я соглашаюсь, это ваша личная молитва, вашими устами говорите вслух, можете тихонько, но вслух, хорошо? Дорогой Господь Иисус, благодарю Тебя за прощение, исцеление и свободу, которые я имею благодаря Твоей смерти и воскресению. Я прощаю своих родных за то, что они рассказали страшной истории своего прошлого и сеяли страхи в мое сердце. Разрушь, Господи, всякие шоки, потрясения, которые я испытывал, слушая или смотря эти истории. Я прощаю правительство страны, назовите какой страны, за то, что она начала войну против моей страны и моей семьи и принесло зло, смерть и разрушение в наш род. Я прощаю тех солдат, которые пришли убивать и насиловать в мою землю, от рук которых пострадали мои предки. Я также раскаиваюсь, когда читал и смотрел книги и фильмы про войну, восхищаясь смелостью солдат, и открыл себя для страхов, ужасов войны. Я признаю страх перед войной, перед смертью, перед взрывами, перед сиренами, страх перед ранением и увечьями, перед насилием, которые переданы мне моими предками. Я исповедую Тебе, Господи, все страхи, боль, ужасы, горе, ненависть, ярость на оккупантов, которые уничтожали моих родных, мой род, мой город, мою страну. Прошу Тебя, Господь Иисус, очисти мою душу и дух, исцели мое сердце, мою память, воображение, очисти мои глаза и уши от всех страхов и осквернения. Господь Иисус, прошу Тебя, исцели мою наследственную военную травму на уровне моего духа, души и тела, очисти мою личность от ожесточения и непрощения от всякого демонического духа, стоящего за войной. Я передаю суд над теми, кто принес войну в мой род, кто издевался над моими предками, кто убивал и насиловал моих родных в моем роду. В Твои праведные руки соверши, Господь, свой праведный суд над врагами моей души и моей семьи. Благодарю Тебя, Господь, что на Голговском кресте Ты Ты Своей смертью разрушил всякое наследственное влияние войны на мою жизнь, понес все душевные раны и взял на себя всю мою боль, внуки. сегодня я и мои дети, внуки и мое поколение до тысячи родов были свободны от всякого проклятия войны. я провозглашаю Твое Слово, что я не умру, но буду жить и мое последующее поколение и возвещать дела Господни. Я исповедую, что Бог дал мне не дух боязни, но силы в любви и здравого ума. Господь Иисус, Ты Хозяин и Господин моей жизни. В Твоем Слове сказано, что в Твоей книге записаны все дни жизни моей еще до моего рождения. Ты один знаешь день, который Ты назначил для моего ухода к Тебе. Я прошу Тебя, будь Господином моей смерти. Пусть это будет день и способ, назначенный Тобой. я отдаю в Твои руки свой страх перед смертью, перед самым процессом умирания и прошу Тебя освободить меня от этого страха. я отрекаюсь от всех злых духов, которые делают мне это чувство страха перед смертью. Я принимаю решение верить Тебе, что Ты позаботишься обо мне в это время и будешь со мною рядом. Я исповедую перед Тобой всю свою вину и стыд. Принимаю Твое прощение и оправдание через мою веру в жертву Иисуса Христа. Я верю, что Ты простил мне мои грехи и принимаешь меня без всякого осуждения в свое царство во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Чуть-чуть еще потерпите, сейчас я помолюсь за вас. во имя Иисуса Христа я отсекаю сейчас народ Божий, каждого, кто молился сейчас перед Божьим лицом от наследственного духа страха войны и страха смерти. Отсекаю во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа я приказываю этим духом, наследственным духом страх войны, страх смерти, дух смерти, оставить народ Божий, оставить каждого, кто молился сейчас пред лицом Божьим. Во имя Иисуса Христа духи насилия, духи жестокости, духи агрессии, всякий дух беззакония, всякий дух убийства, оставляйте народ Божий во имя Иисуса Христа. Оставляйте каждого, оставляйте каждую душу и каждое тело во имя Иисуса Христа и убирайтесь вон во имя Иисуса Христа. Я приказываю всякому напряжению оставить дух, разум, эмоции, волю и тело каждого, кто молился. всякое напряжение оставляй народ Божий во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Господь, наполни все освободившиеся места прямо сейчас Духом Святым. Наполняй каждую душу, каждое тело миром Божьим. Наполняй радостью Твоей. Наполняй Ты сейчас Дух Святой. Каждое сердце во имя Иисуса Христа. Я просто провозглашаю шалом в дух, в душу и в тело каждого из вас. Я провозглашаю Божий мир в сердце каждого. Я провозглашаю Божий мир в дух каждого из вас во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Господь, восстанови всякое нарушение в жизни детей Божьих. Восстанови всякое нарушение, вызванное влиянием этих нечистых духов. Восстанови, Господь. Прикоснись к каждой душе, прикоснись к каждому духу, прикоснись к каждому телу, Господь, и восстанови. Восстанови всякое нарушение. Восстанови, Господи, исцели народ Божий, исцели и дух, и душу, и тело, прямо сейчас. И любовью Божьей наполняй детей Божьих, наполняй народ Божий, любовью своей отцовской во имя Иисуса Христа. Я также приказываю всяким духам немощи, болезней, которые получили доступ через страх, оставлять народ Божий. Дух немощи, болезней, прямо сейчас я приказываю оставить народ Божий, оставить каждое дитя Божье. Дух немощи, болезней, наследственный дух немощи, болезней, наследственные духи страхов. Оставляйте народ Божий во имя Иисуса Христа. Выходите и оставляйте народ Божий прямо сейчас. Аллилуйя. Спасибо тебе, дорогой Господи. Спасибо за милость твою. Спасибо за любовь твою вечную. Благодарим тебя, Господь. Благодарим тебя, Боже, что ты прикасаешься к нашим сердцам, к нашим душам, к нашим телам. Восстанавливаешь, исцеляешь, освобождаешь. Спасибо тебе, Господь. Мы воздаем тебе, Господь, всю славу и хвалу. И просим, Господи, продолжай очищать каждого из нас. Продолжай освобождать каждого из нас. Продолжай делать все, что ты хочешь в наших жизнях, в наших телах, в наших душах, в нашем духе. Продолжай ты делать. И пусть вся слава будет тебе, любящий наш Бог. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господи. Спасибо, дорогой Господи. Спасибо. Аминь.